Образование нуждается в педагоге, способном модернизировать свою деятельность посредством критического, творческого его преобразования, использования новейших достижений науки и передового педагогического опыта. Репортаж Валерии Толкачевой. Яна Владимировна, начался новый учебный год. У детей равные права и равные возможности между городскими и сельскими? Ну, к началу учебного года уже прошло целых полтора месяца и скоро закончится первая четверть этого учебного года. Я должна констатировать факт, что все наши образовательные учреждения обеспечены полностью педагогическими кадрами. Нужно отметить, что за последние несколько лет качественный состав педагогических кадров меняется. И мы благодарим наших руководителей образовательных учреждений за личную персональную ответственность за привлечение кадров в сферу образования. Ну и, конечно, благодарим главу Мурского муниципального района Ивана Васильевича Маську, который имеет личную позицию в этом направлении и всегда поддерживает управление образования. Для этого у нас функционируют работы программы «Педагогические кадры», где ежегодно выделяется 1 миллион рублей для различных мероприятий, связанных с поднятием престижа учительской профессии и созданием условий, качественных условий для педагогических работников. Так, сегодня в системе образования за последние три года увеличилось количество молодых специалистов, молодого вливания в нашу систему. Это высококвалифицированные, очень разумные, с новыми подходами молодые люди. И нужно отметить, что в системе образования за последние несколько лет больше стало прибывать именно мужчин. Никто не отрицает и психологик, и педагогика, что качество работы молодых людей, ну, наверное, приносит какой-то новый подчерк, новые подходы к работе. Это замечательно. Вот, сегодня действительно в районе созданы равные старты возможностей для наших детей, обучающихся. Потому что сегодня неважно, это Форель, или это поселок Лесной, Сан-Вали, Литовка, или город Амурск, поселок Альбан. Везде специалисты имеют специальное педагогическое образование, специальное образование по профилю проводимого предмета. И это замечательно. Все сегодня учителя проходят курсовую подготовку в полном объеме. Сегодня у нас повсеместно внедряются федеральные государственные стандарты. В начальном образовании мы уже сделали первый выпуск. В этом году такие стандарты внедряются в среднем звене, то есть в пятых классах, и в некоторых в качестве эксперимента и в старшей школе. Для молодых людей, желающих получить педагогическое образование, но по тем или иным причинам, не имеющим возможности оплатить обучение, предлагается воспользоваться программой образовательного кредита с государственной поддержкой. Есть очень хорошая вторая мера, которую мы широко используем. Это образовательный кредит, когда из других регионов, не только молодые люди, а любые квалифицированные кадры прибывают в образовательные учреждения, отрабатывают три года и получают почти миллион за три года сверх заработной платы. Это замечательные меры, которые правительство Хабаровского края реализуют на территории края. И мы очень широко это все используем. Так, в этом году у нас прибыл учитель биологии и химии, поселок Лесной подсберегательный кредит. Затем в поселок Санбали у нас работают три специалиста под такую программу. И в других. Вот в Ачане у нас в этом году один молодой специалист, а другой из Читинской области прибыл. Причем нужно отметить, что специалисты прибыли с высокой категорией для педагога. И мы считаем, что это замечательно. Очень хотелось бы пожелать, чтобы и родители, и сами дети, сами обучающиеся, как можно шире использовали те возможности, которые есть у нас на территории района. Потому что, наверное, ни один район, и не все регионы, даже России, могут констатировать тот факт большой и серьезной сети дополнительного образования. Вот в сфере дополнительного образования у нас трудятся только фанаты своего дела в самом хорошем смысле слова. Специалисты высокого профиля. Поэтому, наверное, и востребованы все эти услуги. Поэтому сегодня и район содержит все эти учреждения, все эти ставки, для того, чтобы действительно детям было куда пойти, чем заниматься. И даже если мы пять человек спасем и найдем, чем заниматься детям, это уже замечательно. А в нашем районе более 80% детей занимаются в системе дополнительного образования.